Россия стягивает к украинской границе. Грады и танки вступили в силу санкции против контрабандистов и Пасху отмечают христиане западного обряда. Об этом и не только об этом в выпуске новостей это прямо сейчас. Здравствуйте! Стало известно имя погибшего накануне бойца в зоне боевых действий на Донбассе. Это младший сержант Андрей Горлатый, сообщают в пресс-центре операции объединенных сил. Уроженцу Луцка был 41 год. Также мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об учащении нарушений режима тишины на линии соприкосновения более чем в 10 раз с начала этого месяца. Всего там зафиксировали более тысячи обстрелов и почти 500 взрывов. Россия продолжает стягивать военную технику к украинской границе. ОБСЕ фиксирует перемещение танков, артиллерии и градов в Ордло. Чего добивается Кремль и готова ли Украина к обострению ситуации, разбирался Артем Голуб. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует перемещение российской техники в Ордло. Согласно их последнему отчету, наблюдатели заметили 15 реактивных систем залпового огня «Град» возле населенного пункта Хрустальный. Недалеко от Меусинска 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 бронированных машин, а близ мирного – 3 танка. Незаконные вооруженные формирования пытаются скрыть свои маневры от наблюдателей. Вооруженные формирования РФ продолжают применять стрелковое оружие с целью препятствования работе БПЛА патрулей ОБСЕ. Препятствования работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрели систематический характер, целью которых является задержка и недопуск патрулей к местам или объектам, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, запрещенные минскими договоренностями. В Министерстве иностранных дел Украины опасаются, что Москва может готовиться к широкомасштабным военным провокациям. Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Ан Линде обострение России и ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов. В Министерстве иностранных дел России заявляют, что обострение на Донбассе грозит разрушением Украины и в то же время Кремль продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Также была замечена военная техника возле белорусской границы. Там до 28 батальонных групп уже и дальше происходит наращивание, причем как северо-запада, собственно, на границах Украины и России, северо-запада, восток, Крым, так и непосредственно в Белоруссии, поскольку как союзное государство Путин фактически использовал ситуацию в Белоруссии. Поэтому за последние 2-3 года есть договор об использовании территории Белоруссии как своей территории Российской Федерации для организации ведения боевых действий. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки обеспокоены стягиванием техники РФ к украинской границе. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов поддержать Украину в случае российской агрессии. Летом стартуют совместные военные учения Украины и стран НАТО. Козак Мейс 2021 Козак Мейс 2021 должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины. В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций. В Украину на летние учения придут более тысячи военных из пяти стран Альянса. Артем Голуб, Новости Украины. Гоздеп США публиковал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в разных странах мира. Речь в нем идет в том числе и об Украине. Причем в этом году Гоздеп уделил нашей стране особое внимание. О том, какие нарушения обнаружили эксперты и какие из них вызывают наибольшую настороженность, расскажет Данила Кобза. У меня на руках был ребенок и то, что происходило на улицах городов, сел, я понимала, что я не смогу обеспечить безопасное будущее своему ребенку. Эмер Сале была вынуждена уехать из Бахчисарая летом 2015 года. С тех пор она регулярно участвует в акциях против нарушений прав людей в Крыму. Я против того, что сейчас происходит в Крыму. Я против того, что сейчас происходит с моим народом, что его преследуют, не дают спокойно жить на своей родной земле. Проблемы, которые озвучивает женщина, реальны. О них говорят в том числе и в США. В своем ежегодном отчете по правам человека Гоздеп указывает на массовые акты насилия и преследования крымских татар. 74 человека – это те, которые преследуются и сейчас лишены свободы по так называемым делам против крымских мусульман, то есть там, где их обвиняют в Хизбут-Тахриру части, где происходят постоянные нарушения прав человека. Большинство из них – это крымские татары. Среди них также очень много активистов, которые на самом деле именно это и является реальной причиной. Также в отчете указывают и на похищение, пытки и отсутствие возможности граждан защитить свои права. Но самой жесткой стала реакция на очередной воинский призыв, который проводят оккупационные органы власти. На конец 2020 года всего минимум 28 тысяч граждан Украины были призваны в российскую армию на срочную службу, что является грубым нарушение международного гуманитарного права. И продолжается преследование людей уголовно, которые отказываются. По нашим данным, на момент марта мы зафиксировали минимум 201 уголовное дело против тех людей, которые отказываются служить в российской армии. Однако еще хуже ситуация с правами человека во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Там существует просто ужасная категория вещей, как внесудебные казни, удержание людей, просто когда их крадут за деньги, потом семья вынуждена выкупать, когда отчуждают имущество. То есть это все происходит каждый день и может произойти с кем угодно. Проблема Донбасса – это не просто тот же Крым, но там стреляют, а там нет. Проблема Донбасса – это то, что там вообще нет никакого государства сейчас. Тем не менее, если права жителей временно оккупированных территорий были нарушены, то он может рассчитывать на защиту. Ну, прежде всего, у нас существует прокуратура Крыма отдельная, место, которое, несмотря на то, что она сейчас работает в Киеве, есть представительство Херсонской области, это те люди, которые, вне зависимости от того, что у них нет доступа на непосредственную территорию, но они фиксируют правовые факты нарушения. Дальше есть механизмы обращения в Европейский суд по правам человека или в Комитет по правам человека ООН. Не осталось без внимания в докладе Газдепа и ситуация на подконтрольной правительству Украины территории. В нем критики подвергаются действия правоохранительных органов и судебная система, но также указывается, что по сравнению с предыдущими годами наблюдается существенные позитивные изменения. Данила Кобза, Янина Лебедева, Новости Украины. Все, кто хотели, уехали. Десять анимационных мультфильмов о людях, которые остались на временно неподконтрольных Украине территориях, покажут в апреле. Каждая серия создана в разной стилистике и основана на реальных историях жителей оккупированного Крыма и Орлу. Первая серия о правозащитнице Мумин Салиевой уже доступна на фейсбук-страницах проекта «Все, кто хотели, уехали» и Центра прав человека «Змина». Мы хотим развенчать этот миф о том, что якобы все, кто с началом войны и оккупации не уехали, таким образом высказали свое политическое решение, то есть продержали русский мир. Для них это вопрос, собственно, борьбы за родной дом, из которого они просто не могут уехать, потому что это их родная земля. Санкции против контрабандистов, введенные в пятницу Советом национальной безопасности и обороны, вступили в силу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Приняты персональные, специальные, экономические и другие санкции сроком на три года в отношении 10 физических лиц и 79 компаний. По словам главы государства, убытки казны из-за контрабанды превышают 300 миллиардов гривен. Следить за реализацией и эффективностью введенных ограничений будут службы безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет министров. Привить большинство взрослого населения Украины до конца года – главная цель национального плана вакцинации против COVID-19. Об этом идет речь в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, который одобрил сегодня президент. В течение недели правительство должно установить минимально необходимое число прививок в месяц, определить источники и сроки поставки вакцины лиц, ответственных за реализацию плана. О ситуации с вакцинацией и распространением COVID-19 подробнее в сюжете Елены Дидух. 13 700 новых случаев коронавируса зафиксировано в Украине за сутки. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В Киеве выявлено 552 случая коронавируса, умерли 40 человек. С завтрашнего дня в столице закрывают школы и детсады. А транспорт, в том числе и метро, будет перевозить пассажиров только по спецпропускам. Их получили около 400 тысяч работников критической инфраструктуры города. В Харькове от осложнений коронавирусной болезни умер главный врач 18-й городской больницы Борис Менкус. 70-летний хирург заболел в октябре, заразившись от пациента во время операции. Львовщина в пятерке лидеров по числу инфицированных коронавирусом за последние сутки. Жесткий карантин во Львове продлили до 12 апреля. И если ситуация и дальше будет ухудшаться, в городском совете планируют ввести новые ограничения относительно общественного транспорта. Усиление карантина почувствовали как гости, так и местные жители. Очень жесткие тут правила, требуют. Я думаю, что очень сильный контроль. Значительно меньше людей на улице Хлебова, особо в центре города, чувствуется, что карантин работает. Почти 300 тысяч человек вакцинировали в Украине с начала кампании 24 февраля. В лист ожидания записались более 400 тысяч желающих. Сейчас для иммунизации используют индийский препарат Кавишилд, полмиллиона доз которого привезли в Украину 23 февраля. Вакцину Коронавак от компании Синовак доставили 25 марта. Препарат отправили на 10-дневный лабораторный контроль. Ориентировочной датой его завершения Минздрав называет 9 апреля. Коронавак – инактивированная вакцина. Взятый тот самый коронавирус, но его дея ослаблена певными речевинами. То есть он не может вызвать заболевания, проникнувши в организм человека. Но этого достаточно для того, чтобы выработал все иммунитеты. И инактивированные вакцины мы знаем абсолютно давно. В частности, это вакцина против полиомиелита инактивирована. Мы знаем, как они действуют. И до них всегда есть такая достаточно высокая доверия. За минувшие сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 3919 человек. Елена Дидух, Юлия Биль, Новости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской с официальным визитом прибыли в Катар. Там глава государства проведет встречи, в том числе и с Эмиром Катара, а также с премьер-министром и министром внутренних дел. Планируется обсудить вопросы двусторонних отношений в торговой, инвестиционной, аграрной, энергетической и военной сферах. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов. В свою очередь Елена Зеленская планирует встретиться с супругой Эмира Катара, а также с главой Фонда образования, науки и общественного развития. Христиане западного обряда отмечают сегодня Пасху. Верующих с праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, это уже вторая Пасха, которую ради своего и общественного здоровья верующие вынуждены провести дома. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, до сих пор является вызовом для всех нас. Молитва за выздоровление. Миллионы христиан во всем мире отмечают Пасху. На традиции празднования уже второй год влияет пандемия. Папа Римский в пасхальном обращении призвал страны делиться вакцинами с бедными государствами, а также освободить всех узников, плененных на временно неподконтрольных территориях на востоке Украины. Подробнее расскажет Николай Старков. Колокола Базилики Святого Петра в Ватикане созывают пасхальную мессу. Второй год подряд в торжестве принимают участие всего несколько сотен человек, соблюдая карантинные ограничения. По случаю праздника Папа Франциск обратился к христианам западного обряда. В частности, он выразил надежду на прекращение боевых действий по всему миру. Пусть Господь, который является нашим миром, поможет победить мировоззрение войны. Пусть узники в конфликтах на востоке Украины и на горном Карабахе будут освобождены. И пусть будет укращена гонка вооружений. Преодолеть пандемию и вернуть старые традиции. Пастор Кристоф Сигрист из Цюриха произнес пасхальное обращение с вершины 60-метровой башней Гроссмюнстерского собора. Он говорит, что таким образом пытается вернуть городу традиции швейцарских священников. Во времена кризисов пастыри этой страны шли в горы, откуда обращались к людям с благословением. Их душа тронута, их глаза полны слез. В этом благословении слабые, истощенные и беспомощные города черпают новые силы. Не только пандемия COVID-19 внесла коррективы в порядок празднования по всему миру. Чтобы попасть в церковь на Шри-Ланке, верующие проходят контроль документов и обыск с металлодетектором. Два года назад в этот день взрыв в храме унес жизни 279 человек. Тем временем, закрытый год назад храм Гроба Господня вновь открыт для посещения на Пасху. Это стало возможным благодаря рекордным темпам вакцинации в Израиле. Более пяти миллионов израильтян уже получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. При этом полностью привились 51% населения. Николай Старков, Новости Украины. Приемное отделение в Рубежанской городской больнице Луганской области откроют в конце апреля. Его ремонтируют в рамках национальной программы «Большое строительство». Уже восстановили терапевтический корпус для отделения экстренной медицинской помощи. Что изменится после реконструкции, узнавали наши корреспонденты. Открытие нового приемного отделения в центральной больнице рубежанцы ждут с нетерпением. Здесь можно будет получить все основные медицинские услуги. Удобно. И компьютер. Не надо никуда ехать. Тут все обследование. Вообще удобно будет. Ждем открытия. Будет просторно. Будет удобство для людей. У нас городишко маленький. Это вообще подарок для населения. Помещение больницы уже отремонтировали. Здесь установили новые окна и двери. Закупили медоборудование. На реконструкцию из госбюджета было выделено 10 миллионов гривен. В приемном отделении жители города смогут пройти обследование на современном УЗИ аппарате, сделать рентген и компьютерную томографию. Получено высокоякосное медичное дороговартистное обладнание для отделения. Мы получаем лицензии, то есть дозвольные документы на работу на таком обладнании. Фаховцы проходят, не проходят навчание на данный час. Реконструкция приемного отделения больницы в Рубежном началась в октябре прошлого года. В рамках национальной программы «Большое строительство». Работы уже заканчивают. В конце апреля отделение обещают открыть. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Рев моторов и бешеная скорость. Чемпионат Украины по авторалли «Чумацкий шлях» прошел в Херсоне. В нем принимают участие 37 экипажей. За зрелищными состязаниями наблюдали сотни зрителей. Там побывали и наши корреспонденты. Пилот Зульфия Киевлянка за рулем женщина больше 20 лет. Ее машина полностью переоборудована под гонки. Серийная машина, но подготовлена для соревнований. То есть тут очень много что переделано. Тут специальная подвеска, на которой можно прыгать. Тут мотор улучшенный и много-много чего. Ну не говоря уже о безопасности, это каркасы, это сидения. Глаза пилота Зули, ее штурман Марина. Быстро поехать на глаза ни один человек не может. Он не воспринимает так быстро информацию. А когда штурман говорит четко определенными значениями, знаками, позициями, куда ехать и как ехать, с какой скоростью, то пилот едет быстро. Заезды на чемпионате «Чумацкий шлях» проводят в два этапа на трассах в городе и в селе Тягинка Херсонской области. Сотни зрителей снимают на телефоны зрелищное состязание. Когда близко, страшно. Ну а так прикольно, драйв, переживание. Крутые повороты, овраги и трамплины. Трассу Херсонской области участники ралли называют не такой крутой, как в других регионах страны, но не менее экстремальной. Если сравнивать, например, с трассами, которые на западной Украине, где ты между соснами летаешь, то это, конечно, более безопасно. Поэтому здесь много ребят, которые новые, которые не так часто ездят. И для них, я считаю, она приемлема. Хотя по конфигурации она достаточно непростая. Уже в первый день состязания шесть автомобилей сошли с дистанции. Мы вчера на официальных тестах укрепили большую аварию. Ждем, когда восстановят наш автомобиль. Мы со штурманом получили сотрясение мозга, сделали МРТ. Вот только приехали с клиники. В первом этапе чемпионата страны приняли участие 35 экипажей из Украины и два из Литвы. Следующий этап планируют провести в Ивано-Франковске. Если его не отменят из-за карантина. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский. Новости Украины. На этом все. Наша команда уже работает над следующим выпуском. Ну а прямо сейчас смотрите «Взгляд с Банковой» с Юлией Мендель. Там я озвучу вопросы наших зрителей. Спасибо, что смотрите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...